МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В поликлинике для прохождения профилактических мероприятий понадобится только паспорт и полис ОМС. Управление МВД России по городу Самаре информирует, что в столице региона на добровольной основе проводится прием незаконно хранящегося оружия у населения, а также боеприпасов, патронов к оружию, взрывных устройств и взрывчатых веществ за денежное вознаграждение, говорится в телеграм-канале Железнодорожного района. Граждане, добровольно сдавшие предметы вооружения, освобождаются от уголовной ответственности. Размер вознаграждения определяется по результатам осмотра технического состояния сданных предметов. По всем вопросам сдачи оружия нужно обращаться в Главное управление МВД России по Самарской области по телефону 278-22-22, 278-22-23, а также в Управление Росгвардии по Самарской области 339-48-81-339-48-52. В телеграм-канале Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки напоминают, что отдельным категориям граждан, проживающим в Самаре, предоставляется компенсационная выплата на первичную установку газового счетчика. Для оформления выплаты можно обратиться в районный отдел по предоставлению мер социальной поддержки населения. Подробную консультацию можно получить по телефону 332-16-36. В администрации Советского района продолжаются информационно-правовые семинары и консультации для председателей Советов и актива МКД в рамках проекта «Мой дом». В ходе встреч жителям рассказывают про мобильное приложение госуслуги.дом, которое упрощает управление МКД. В телеграм-канале Советского района говорится, что с ним можно контролировать расходы, направлять обращения в госорганы, оплачивать ЖКХ без комиссии и многое другое. Семинар также охватывает вопросы безопасной эксплуатации, газового хозяйства и правила благоустройства.